У нас с вами Фиатира, Фиатирская Церковь, 2 глава Откровения. Мы разбираем книгу Откровения. И мы с вами познакомились с посланием, которое Господь обращает к Эфистской Церкви. Мы с вами познакомились с церковью в Смирне, в Пергаме. И вот дошли до 4 церкви, которая располагалась тоже в Асии, Фиатирская Церковь. Читать мы будем с 18 стиха и до конца 2 главы. С 18 до конца 2 главы. Синодального перевода будет читать Елена Клименко. И я начинаю. Еврейский Новый Завет, перевод Давида Стерна. Ангелу Мессианской общины в Фиатире напиши. Вот послание Божьего Сына, глаза которого подобны пылающему огню и ступни которого подобны сверкающей меди. Я знаю, что ты делаешь твою любовь, доверие, служение и стойкость. И я знаю, что сейчас ты делаешь больше, чем прежде. Но имею против тебя вот что. Ты продолжаешь попустительствовать этой женщине и Изавеле, которая заявляет о себе, что она пророчится, но учит и вводит в заблуждение моих слуг, чтобы те совершали сексуальные грехи и ели пищу, принесенную в жертву идолам. Я дал ей время отвернуться от ее греха, но она не хочет каяться в своей безнравственности. Поэтому я повергаю ее на ложе болезни. А тех, кто прелюбодействует с ней, я повергаю в большое бедствие, пока они не отвергнутся от грехов ее дел. И поражу смертью ее детей. Тогда все мессианские общины узнают, что я тот, кто исследует сердца. И определю каждого из вас за то, что вы заслуживаете своими делами. Но остальным из вас, фиатери, тем, кто не придерживается этого учения, кто не научился тому, что некоторые называют глубинами противника, говорю вот что. Я не возложу на вас другого бремени. Только держитесь теми силами того, что имеете, пока я не приду. Побеждающему и продолжающему исполнять то, чего я желаю, пока не достигнута цель. Я дам власть над народами. Он будет править над ними железным жезлом и крушить их, словно глиняные горшки. Подобно тому, как я получил власть от моего отца. Также дам ему утреннюю звезду, имеющую уши, да услышат, что Дух говорит мессианским общинам. Аминь. Аминь. Это Еврейский Завет. Хорошо, дорогие, мы сейчас читаем из синодального перевода то же самое место, более понятное нашему слуху, но тем не менее, те тонкости, которые говорит Еврейский Новый Завет, мы тоже себе сразу помечаем, потому что отрывок большой, и сегодняшний разговор тоже он такой обширный достаточно. Вторая книга Откровения с 18 стиха до конца главы, пожалуйста, Елена. И ангелу Феотирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобно Халкаливану. Знай твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но я имею немного против тебя, потому что ты, попуская жене и завели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я отдал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею, в великую скорбь, если не покаяться в делах своих. И детей поражу смертью, и уразумеет все церкви, что я есть испытающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Феотире, которые не держат всего учения и которые не знают, как называемых, так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного времени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные, они сокрушатся. Как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквам. Аминь. 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 Слава Богу. И сначала, наверное, мы начнем, стартуем с самой Феотиры. Где это, что это в современном мире. И о чем вообще разговор Господа идет с этим собранием? Сначала Феотира. Феатира. Ударение почему-то стоит на А. Феатира. Трудно перестроиться. Я, может быть, даже буду ошибаться. Но таким образом стоит ударение. Значит, Феатирской церкви, если на А стоит ударение. Феатира, Феатиры и Феатир. Вообще перевод этого слова достаточно символично. Врата, жертвоприношения. Вот так звучит перевод Феатира. Античный город на западе Малой Асии. Сегодня, конечно, руины. Расположены на территории турецкого города. Аксихар. Город Аксихар. И в древности Феатира был одним из важнейших городов исторической области Лидии. Очень древний город. Археологические раскопки утверждают, что на этом месте он уже существовал в третьем тысячелетии до нашей эры. От той церкви, которую мы изучали последнее, от Пергама, в 60 километрах находится от Пергама. Недалеко. Относительно недалеко. И сама Феатира располагалась на перекрестке важных дорог, что способствовало ее, понятно, превращению в важный торговый центр, в ремесленный центр, в торговый центр. Особое значение для города имело производство шерсти, производство тканей. И вот пурпура. Вот этот пурпур. Было дерево такое, морено-красильное, которое там росло в Феатире. И ткани окрашивали на тот момент, обычно использовали, чтобы вот в такой пурпурный цвет окрасить ткань, использовали пурпурных моллюсков. Так делали в Тире. Ну, в Феатире это делали с помощью корня морены-красильной. Тем этот город особенно и отличается. То, что делая ткани, они окрашивали их уникальным способом. И вот данное производство, вдумайтесь только, существовало в этом регионе до второй половины девятнадцатого века. Потом эту краску заменили на анилиновые красители. А три столетия до новой эры и девятнадцать веков новой эры ткани красили вот этой вот мариной из корня делали. В Феатире существовала древняя христианская церковь. Это нас больше всего интересует. И когда разные этнические группы жили там и разные вероисповедания, но до начала и даже еще в начале третьего века нашей эры почти вся Феатира была христианской. Это очень важный аспект, потому что в тринадцатом веке уже после завоевания Феатиры турками вся христианская епархия была ликвидирована. В начале двадцатого века население Аксихара, на которой находятся развалины Феатиры, составляло двадцать две тысячи человек, из которой было четырнадцать тысяч уже мусульман, семь тысяч православных греков, тысячи армян, евреев. И вот в результате в это время был греко-турецкий обмен населения. Греческое население, оно полностью покинуло город. и с этого времени город стал по населению в основном занят турками. Турецкий город. Что касается немножечко, давайте мы церкви Феатирской и того, что описывает об этом месте, в других местах, в частности, издеяния. Мы посмотрим зарождение христианской церкви здесь, на этом месте. Я взяла пример издеяния, мы поговорим еще и о Лидии самой, женщина такая была. В деяниях апостолов говорится, что когда вот апостол Павел пошел в свое второе мессианское путешествие, вместе с силой он пошел, отплыл эстрады, прибыл в Македонию и вот он впервые вступает на землю Европы. Македония это уже Европа. И город Филиппы это первый европейский город, куда пришел Павел, где было проповедано слово о Христе. И в этом городе Филиппах была женщина родом из Фиатеры, ее звали Лидия, и она оказалась первым обратившимся в христианство европейцам. Вот деяние, как об этом пишет в 16 главе. Итак, отправившись из Траады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли из города к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницую, багряный цвет, пурпурный цвет, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила их. Вот такой вот отрывок. Характерно, что переехав из Фиатира в Филиппо, Лидия продолжала заниматься обычным, традиционным для тех ее родных мест делом. Она торговала вот этим пурпуром, багреницей. Это одно и то же. Мы о ней немножко уже поговорили, что это такое. Поскольку Фиатира стояла на границе Лидии и Миссии, Павел побывал и в Фиатире. вот в этом городе. И вот это вот обращение переходим к откровению непосредственно к тому месту, которое читаем в книге откровения. Какая привязка к этому идет? Один из семей малазийских городов и город, в котором находится христианское собрание, к которому обращается Иоанн Богослов по повелению Иисуса Христа. Ну вот в такой вот манере характерной для этого написания к ангелу, ангелу семи церквей. Есть похвала, есть порицание. И Фиатирская церковь к ней обращено одно из самых длинных обращений. и Иоанн Иисус хвалит дела, любовь, служение, веру. Но есть порицание за равнодушие к лжеучению жены Изавели. И здесь важно понимать, что мы не к женщинам привязку делаем, Изавель, это дух. Он свойственен и мужчинам, и женщинам в равной мере. И Изавель не потому, что она жена. И Изавель это дух. Но там была такая женщина, которая была Вадима нечистым духом. Господь говорит, я дал ей покаяться, но она не покаялась, не захотела каяться. И тогда уже наказание звучит. Я повергаю ее на Одр за вот это прелюбодеяние, любодеяние, за вот такие служения, которые она ввела, не только сама этим занималась, но и людей к этому приобщала. Я повергаю ее на Одр и ввожу великую скорбь и даже ее детей поражу смертью. И тогда все церкви уразумеют, не одна это, но все, что именно Господь, он сердцеведец, именно он испытывающий сердца и внутренности. И каждому он воздает именно таким образом. Сначала испытывает сердце, внутренние мотивы, и уже потом воздает по делам. Потому что от избытка сердца и уста говорят, и дела наши от того, как научен наше сердце, как научен наш внутренний человек. Вот такой комментарий, конечно же, сразу привлекает внимание Изавель. Мы посмотрим на эту историю, что это за Изавель такая. Напомним себе. Я возьму библейские слова Нюстрома, и там говорится следующим образом. Сейчас прочитаю вам. И потом еще еврейский мир. Это евреи сами о себе пишут, и там тоже этому уделено несколько мест. Сначала словарь. Изавель, дочь Ев Ваала, царя Сидонского, жена Ахава, мы из Писания тоже это место возьмем, ввела в Самарии поклонение Ваалу и Астарте, перебила пророков господних, сотни идольских жрецов кормились за ее столом, любодейство и волхвование она творила без стыда. Она научала своего мужа делать негодные предачами господа. Особенно отвратительная история, как она доставила ему виноградник на буфе. После смерти Ахава она жила еще 14 лет. По приказу Иеуя ее выбросили через окно дворца к воротам в стене города. Там она скончалась под ногами лошадей и псы съели ее мертвое тело. Об этом пророчествовал стать Иея, что таким образом она умрет. И второй комментарий это от нас как раз относится к фиатере. Там была лжепророчица, которая ввела в заблуждение рабов господних, научив их любодействовать и есть идоложертвенное. И Господь грозит ей и ее последователям ужасными наказаниями и побуждает остальных остановиться, оставаться верными до его пришествия. Это вот так библейский словарь говорит об этом. И мы сейчас с вами возьмем и из Писания посмотрим на это и посмотрим на то, как еврейское издание говорит про то же самое из Авели и Ахава. Читаю из еврейского мира. Ахав и Изавель. История царя Ахава. Здесь понятно имена тот же самый обладатель виноградника, о котором мы только что прочитали. Он Навуфей звучит в европейском прочтении. Здесь он навод его имя Навуфей скажем так на славянском звучании. еврейском его зовут Навод. Пусть это вас не смущает. Читаем. История царя Ахава и его нееврейской супруги. Хотя сразу можно здесь остановиться, что евреям вступать в браки с неевреями запрещено. Кровосмешение запрещено. Так вот, история царя Ахава и его нееврейской супруги и изавели учит нас тому же, что и история другого божьего избранника. Нарушение заповеди не домогаться чужого может привести к куда более серьезным грехам. Ахаву царю десяти северных племен понравился виноградник, примыкавший к его землям. Его владельцем по имени Навод отказался продать этот участок, так как его род владел им со времен прихода евреев в страну Израиля и Навод не горел желанием расстаться с подобной семейной реликвией. Ахав совсем было расстроился и тогда Изавель, дочь финикийского царя, абсолютно чуждая библейской морали, обнадежила мужа. Да будет весело сердце твое, я дам тебе виноградник Навода. Она находит двух подлецов, которые лже свидетельствуют о том, что Навод публично поносил Бога и царя. Это не только каралось смертной казнью, но и вело конфискации всего имущества осужденного в пользу царя. Так глаз, брошенный на чужое добро, привел к нарушению запрета лжесвидетельства, кражи и убийства. лжесвидетельства вслед за завистью вот этой, взгляд на чужое добро, лжесвидетельства, ложь, кража и убийство. Через несколько дней Навода казнили. И Ахав наконец возрадовался, виноградник принадлежал ему. Но Бог знает о злодеяниях царской четы и говорит пророку Ильягу Иле. Так звучит Ильягу на иврите. Встань, пойди навстречу Ахаву в винограднике Навода и скажешь. Так сказал Господь. Ты убил, а еще и наследуешь? Ильягу поджидает Ахава и сообщает ему слова Бога, предрекая скорое падение и Ахава, и его семьи, а в довершении всего предрекает, что псы пожрут тело Изавели в украденном имя у навода винограднике. Хотя царствование Ахава было успешным как в экономическом, так и в военном отношении, для Бога всего важнее, что делал Ахав. Он делал злое в очах Господа более всех, кто был до него. По наущению своей жены Изавели. Эта чета стала воплощением преступных царя и царицы. Помимо подстрекательства к убийству Навота, Изавель согрешала тем, что мешала поклоняться Богу и привезла в страну Израиля сотни жрецов идолопоклонства. Ее влияние на еврейскую историю было заметным. Два ее сына Ахазия и Иорам стали царями Израиля, а дочь царицей Иудеи. Не все так просто оказалось. Они еще правили Израилем. Вместе с остальными членами своей семьи Изавель гибнет во время восстания реформатора Егу. Поняв, что Егу победил, Изавель встречает смерть с характерным для нее бесстрашием. Запершись в доме, выстроенном винограднике Навота, она красит глаза, укладывает волосы, затем зовет из окна своих убийц. Они входят и выбрасывают Изавель из окна. И брызнула кровь ее на стены и на коней и растоптали ее. Когда через несколько часов ее решают похоронить, как царскую дочь, то находят лишь череп, ноги и кисти рук. Таково было слово Господне, которое он изрел через Ильягу, через раба своего. Псы съедят тело Изавели. Вот так говорит про Изавель еврейский источник. И вот то, что лжепророчится в Фиатере, которая была под воздействием этого духа и которая к тому же самому, тем же самым действием уже во времена Нового Завета, духи никуда не деваются, мы это понимаем прекрасно, она ввела в заблуждение рабов Господних, научила их прелюбодеяния, научила их есть идоложертвенное, запрещала поклоняться истинному Богу. И вот это самое длинное обращение к церкви по отношению ко всем остальным церквям. И давайте мы с вами посмотрим еще на Изавель в Писании, потому что именно это вменяется этой церкви в вину. Третья книга царств. Сейчас откроем. прочитаем из синодального перевода. Я не могу найти это место. еще секунду. 21 глава. давайте отсюда. И было после сих происшествий у навуфея израилитянина в Израиле был виноградник подле дворца Ахава царя Самарийского. И сказал Ахав навуфею, говоря, отдай мне отдай мне отдай мне свой виноградник. Из него будет у меня овощной сад. Овощной сад. Ибо он близко к моему дому. А вместо него я дам тебе виноградник лучше этого. Или если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но навуфей сказал Ахаву, сохрани меня Господи, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. И пришел Ахав домой, встревоженный, огорченный тем словом, которое сказал ему навуфей, говоря, не отдам тебе наследство отца моего. И лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его Изавели, сказала ему, отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь. Он сказал ей, когда я стал говорить навуфею и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него, тогда он сказал, не отдам тебе виноградника моего. И сказала ему Изавель, жена его, что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал. Встань, ешь хлеб, будь спокоен, и я доставлю тебе виноградник навуфея, израилетянина. И написала она от имени Ахава письмо, и запечатала их его печатью, и послала его письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с навуфеем. В письмах она писала так, объявите пост, посадите навуфея на первое место в народе, и против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него, и сказали, ты хулил бога и царя, и потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер. И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им и завель, так, как письмо, которое она послала, а, извиняюсь, так, как писано в письмах, которые она послала, объявили пост, посадили навуфея во главе народа, и вот выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него, что навуфея хулил господа и царя, и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послал к Изавеле сказать, навуфей побит камнями и умер. Услышав, что навуфей побит камнями и умер, Изавель сказала, Ахава, встань, возьми во владение виноградник навуфея израилитянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо навуфея нет в живых, он умер. Вот таким вот образом. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому, да, но будет так, как я хочу. И это нарушение очень многих вещей, которые Господь заповедал Израилю в своих десяти заповедях. Моральный аспект. Не завидуй, не клади глаз на имущество соседа твоего. Ну вот, нечестивая жена, да, за каждым сильным человеком стоит сильная жена, сильная женщина. и за каждым нечестивым, соответственно, тоже есть тот, кто наушествует, обязательно настраивает. Такая роль Изавеля. И несмотря на экономическое процветание, несмотря на то, что и в военном плане страна была в полной безопасности, Господь говорит, он делал негодное в очах моих более, чем другие цари. то, о чем мы с вами читали. Сейчас у нас с вами 37 минут. Есть еще то, что можно будет отдать вам в плане того, что я приготовила, но я хочу, чтобы мы с вами уже поговорили. Как вы думаете, почему взята именно эта церковь? Почему Господь дал самое длинное послание, и тем не менее он эту церковь хвалит? Казалось бы, при таком раскладе, вот мы с вами прочитали про Изавель, про ее дела, и это была конкретная историческая личность, но мы знаем дух Изавели, который в книге Откровения тоже подвергается уничтожению Господа. Это очень мерзкое действие чужими руками, чужими руками. Мои руки чисты. Изавель его убивала? Нет, не убивала. Но она повелела это сделать. И мало того, что она имя свое как бы сокрыла, потому что стояли печати царя, она делала это не от своего имени. Поэтому давайте поговорим. Феатирская церковь. церковь. Так так говорит сын Божий у которого очи как пламень огненный. Мы говорили здесь о том, что Бог смотрит на сердце и даже тогда в Ветхом Завете Илья вскрыл злые замыслы и обличил и царя и его жену и вот ее смерть вот такая очень неординарная сказка. Давайте поговорим, кто первый хочет. что хочется сказать в связи с тем, что мы с вами услышали? Можно мне приветствуйся Зефа? Да, Зефа, пожалуйста. Вы знаете, в первых же стихов говорится которого очи как пламень огненный. Мы в своих делах стараемся что-то делать и нам кажется, что правильно мы делаем и так далее. Но сегодня прямо с утра была молитва чтобы глаза мои открылись Господь. Как ты смотришь на все? И вы знаете очень как-то когда читаешь вот эти вот слова очи как пламень огненный страшно делается потому что мы действительно должны задуматься. мы можем много хороших дел сделать и в стране может быть хорошо все и так далее. Но Бог смотрит по-другому. Вот это взять вооружение в свою жизнь и вот этого придерживаться действительно страшная церковь кажется написано написано но я думаю что основание было заложено хорошее твердое на слове Божьем на откровении Божьем и поэтому Господь все-таки к этой церкви отнесся благожелательно все у меня спасибо склонно да говорит знаю дела твои но имей немного против тебя совсем немного против тебя фиатера и изовель там у тебя немного спасибо зефа еще пожалуйста рассуждаем это очень важно рассуждать вслух по поводу услышанного потому что если сейчас взять на скидку мы очень много говорили о Ефесской церкви и каждый скажет сейчас вспоминая совсем недавно говорили и каждый уже скажет что Господь говорит о том что я не на первом месте мы много рассуждали а что он говорит смирни скажите кто-нибудь вот прям сейчас что смирни он сказал мало рассуждали больше слушали а что сказал он пергаму тоже приходится возвращаться опять и вспоминать хотя про Эфес мы очень хорошо помним нет любви кончилось то что Бог стал на первом месте ты со своим мнением человек Эфеса церковь Эфеса моя церковь стал на первое место много дел много труда много терпения но я не на первом месте твое мнение вышло наперед но он что-то же сказал и смирни он что-то же сказал и пергаму и быстро забывается если мы с вами это не озвучивали поэтому говорить важно пергаме учения уалаам учения николаида пожалуйста можно яражеляева да у меня в переводе библейского общества театир не фиатир а т т стоит театир и на что обратила внимание то что говорит женщина это пророчица значит она как бы является членом этой церкви так же понимаете она в состав этой церкви входит раз она там действует она там работает с людьми имеет влияние какое-то вот и реально господь как бы говорит это же часть тела моего получается вот и такие серьезные параллели как вот дух изавили и что там творила изавиль конкретно будучи женой ахава так понимать что дух вот этой изавили вот в этой женщине то есть она так же может коварно так же развратно так же влиять вот это конечно очень серьезно очень серьезно и вот спасибо Ольге Петровне что она обратила внимание на то что как опасно смотреть на что-то чужое какие страшные результаты когда Бог говорит не пожелай не пожелай вот так что вот так вот спасибо вот этому что мы прочитали это место и есть о чем поразмышлять спасибо а вот смотрите церковь да Ирина спасибо церковь фиатера кстати вот этот еврейская жизнь из которой я брала там тоже фиатер кстати написано и когда мы читаем еврейский новый завет там тоже как бы буква ф стоит впереди поэтому продолжаем пока так называть что пророчица она да да она прям в этом собрании и вот это вот немного что я имею против тебя этому собранию говорит Господь ты попускаешь жене изавели называющей себя пророчицей она себя называет не зря Господь забрал именно под свою юрисдикцию вот эти пять граней руководства в церкви апостолы пророки пасторы евангелисты и учителя назвать себя пророком желать пророческого это хорошо но сказать что я пророк это очень опасно но она назвала себя пророчицей она учила она вводила заблуждения и куда она их привела к прелюбодеяниям к разврату к вкушению идола жертвенного и у меня вопрос собрание знающее о повелении Господа в отношении вот этих действий можно ли есть идола жертвенная можно ли блудодействовать любодействовать неужели эти люди не знали об этом как вы думаете почему они продолжают это делать давайте еще поговорим кто еще хочет сказать можно я аня была еще кто-то был я хочу сказать что вот дух язовеля вообще язовель это же прообраз внешней религиозности то есть да человек может ходить собрание он может делать какие-то дела на людях хорошие то есть внешне другим людям казаться благочестивым но Бог да и следующие сердца он увидит внутри вот и не все люди да они могут изначально разглядеть саму суть куда это все приведет поэтому наверное такие люди в церкви остаются во-первых а во-вторых все-таки все-таки дух святой да когда церковь отступает охладевает сила духа святого то есть должно быть водительство духом святым чтобы эти вещи были явными церковь должна гореть должна быть ревность по Богу по чистоте по святости вот и ну меня глубоко коснулось то что вот это вот внешняя религиозность а внутренняя распущенность она потом отражается на последующем поколении на детях и это тоже серьезные вещи да к детям тут тоже слово есть дети пострадали и детей поражу смертью и я понимаю что это может быть и физическая и духовная смерть можно взять эту женщину конкретно обличить ее и детей ее поразить смертью в наказание за то что она совершила но можно и по-другому это понять все те кто засорены этим пониманием любодействия идоложертвенная мы говорим мы говорим духовной матери духовные отцы да и духовная смерть их постигнет расширьте этот формат от одной личности от одной семьи или нескольких семей до духовного скажем так аспекта когда человек будучи духовной личностью она учила она вводила в заблуждение и значит были духовные дети еще были у нас люди которые хотели высказать это лена доброе утро да действительно здесь мы читаем что она яркая была личностью в церкви как видно так как ей она властью реальной обладала эти люди фактически которые ну и сейчас в современной церкви они есть которые есть имеют этого духа изавели у нее вот такой вопрос как поле сказала почему почему люди же которые допустим постара лидеры церкви они люди духовные они не могли не видеть этого что она ведет людей к заблуждению и самое страшное то что вот сейчас допустим во многих церквах как мы слышим страх некий создает в церкви вот такие вот этот дух в плане что вот если будут говорить против гомосексуалистов все тогда значит будут сообщаться но особенно в европейских странах где-то уже узаконено пастор не может говорить как сказать во многих церквах те постара которые тоже запуганы этим они не могут говорить это действие духа изавели то есть закон государства это подтвердил и он получается не свободен это очень страшно и он бесстрашный этот дух он идет вперед и люди носители его они очень активны и то что они яркие то что они могут увести людей особенно тех которые новообращенные которые еще не знают не могут разобраться это совершенно в противоположную сторону и лидерство церкви в тех церквах которые действительно уже не водимы духом святым они вынуждены молчать в частности как про гомосексуализм наверное это оттуда запугивание даже старов и людей вводят просто но не от бога вводят это что может быть страшнее для данного человека в частности для людей которые ведутся а вот вспомните вот такие моменты когда только только возьму еще минуту на рассуждение когда только только стали звучать пророческие голоса как это как правило звучало это звучало с очень серьезной долей даже угрозы какой-то вот вот тут исправься там исправься тут покайся там покайся если не покаешься по примеру ветхозаветных пророков совершенно не вникая в суть новозаветного посланничества пророческого это очень позитивные вещи к назиданию увещанию укреплению и церкви и человека для восстановления сокрушенной души поэтому можно предположить и такие вещи что может быть кто-то ей и пытался говорить но она от имени бога могла и вот такие вещи производить как когда началось восстановление пророческого движения люди боялись пророков что если сейчас пророк придет но мало не покажется прошу прощения движемся дальше кто-то у нас еще был хотел можно я расскажу да пожалуйста пожалуйста а потом любовь подрез я вот изучала эту тему и сама столкнулась с этим духом и когда имела своего лидера вот с таким духом и и уже побыла в этой ситуации то есть пережила эту ситуацию я вам хочу сказать что истинное развлечение вот этого духа оно приходит именно на уровне апостольско-пророческого служения и пасторы некоторые они не разбираются в этом они не имеют полноты откровения об этом и почему это допущено сейчас в церквях потому что сейчас во главе церкви стоит пастор а не апостол как должно быть и истинная власть вспомните кто изгнал эту иззавель это был человек помазанный на царя то есть это был можно сказать уровень апостольской власти должен быть чтобы просто изгнать связать и просто сказал выкину выкиньте выкиньте там пророк даже не мог справиться с этим он убежал потому что этот дух изавели он гонит истинных пророков потому что он хочет заменить истинное пророческое служение вот этим служением духа изавели которые преследуют только цель власть и развратить народ Божий и вернуть его в глубокое греховное заблуждение то есть тут идет конкретно идолопоклонство и эти люди которые одержимы духом изавели они преследуют только цель поклонения самой изавели и послушание изавели а не духу святому и послушание не голосу Божьему а именно только изавели и делать только то что скажет изавель то есть обладать властью то есть одержимость этой властью над Божьими детьми и хочу сказать что когда будет полнота пятигранного служения в церкви таких вопросов у нас не будет стоять почему изавель она команда почему апостолы ее влечали потому что они это видели духовно в плане что например царь этот там служитель пастор поставлен он не видит этот дух и доверие он не имеет этого развлечения он думает ой какая сестра она помогает нашему служению а на самом деле эта сестра она уводит от истинный народ она их там например это может мужчина быть тоже который подчиняет себе духовно и получается как идолопоклонство внутри церкви когда поклоняются не духу святому поклоняются не богу то есть и не иисусу поклоняется а поклоняется человеку заглядывает ему в рот слушает что он говорит исполняет то что он прикажет а он может заниматься вообще всяким таким непотребством даже и духовным непотребством и вплоть до физического греха поэтому это дух обольщения и когда приходит апостол с апостольским помазанием он просто вышвыривает этот дух связывает его и изгоняет вот у меня такое предмание все ценное высказывание по поводу апостольско-пророческого сезона и да церковь она собрание истинная церковь она стоит на основании апостолов и пророков и господь как раз сейчас ведет эту восстановительную работу в церквях и полнота откровений которое получила сейчас церковь божья она достигла такого уровня что возврата к прошлому уже не будет вернуть церковь под воздействием ложных религий под ограничение я не божьего плана уже будет невозможно люди уже получили полноту вот этих откровений чтобы желать перемен именно божьих перемен церкви и это дает только вот сезон апостольско-пророческий сезон и восстановление пятигранного служения ценное очень замечание пожалуйста Люба спасибо Барухшуна пожалуйста да доброе утро вот очень перекликается вчерашнее служение это вот дух Вавилона это когда эгоизм гордость и гордость и в чем ты находишь наслаждение почему люди уходят иногда ищут наслаждение в другом можно в Боге найти наслаждение и безопасность а можно найти и вот в этих непотребных вещах и поэтому конечно тут предназначение церкви чтобы это вот не допускать предназначение церкви не допускать вот таких вот такого духа из Авиля и еще меня коснулось очень сильно что Бог дает так он дает время отвернуться от греха показывает что ты в грехе если этот человек не хочет покаяться то тогда вот уже на ложе болезни и у нас вчера свидетельство было семья ну там человек ушел из семьи и у ребенка 7 лет артрит таких как бы такая болезнь это не детская болезнь и через прощение через вот когда отец уже попросил прощения у сына и вот это вот произошло вот это освобождение уже тогда ну началось движение вот как бы по исцелению но я хочу сказать что Бог вот поражает и почему происходят у нас такие ранние заболевания у детей много которых раньше не было это вот такое вот безгреш греховная жизнь это родителей откуда вот берутся все эти болезни которых не было раньше Бог дает шанс покаяться и всегда предупреждает надо быть очень чутким потому что он говорит и все время быть страх страх божий чтобы был украшение и не проблема при том что мы будем взирать на Бога искать Божьего проверять мотивы своего сердца не проблема распознать этот дух не проблема увидеть я наблюдала это из моего опыта я наблюдала такого человека с вот с этим ложной с вот этой сложной трансляцией пастор был просто очарован этим человеком оболгал человек всех остальных и взгляд был таков пастора на этого человека на этого служителя что вот она чистота служения Богу там такое поклонение там все на коленях там все в слезах там уже жена ревнует пастор ничего не слышит очарование даже идет это дух это не просто увидеть распознать вот мы такие супер духовные мы точно распознаем этого духа пастор лидер собрания и потом как как нашлось подтверждение этому всему муж уезжает на заработки жена куда уходит жена уходит в блуд и вот это вот вскрылось вот это вот вскрылось но Господь вот как через пророков через апостолов через это помазание которое есть он дает это увидеть заранее если человек действительно у него уши обрезаны чтобы слышать Бога а не очаровываться человеком в данном случае с яркой харизмой в служении он задумается поэтому для Бога это немного для детей Божьих это нетрудно особенно если сейчас мы апостольские пророческие мы люди которые находимся в этом сезоне пропитаны этой трансляции поэтому спасибо Господь за вот это время когда идет восстановление пятигранного служения в церквях идет восстановление апостольского пророческого служения вот этой связки апостолы и пророки когда пророки сказали а апостолы реализовали когда есть смелость и помазание и дерзновение выступать против тех духов которые считаются сильнейшими не так много их заявлено это дух изавели дух вавилона система этого мира и дух фараона и дух смерти это те вертикали духовной власти которые под себя подмяли вообще весь духовный демонический мир если мы разберемся вот с этими четырьмя скажем так царство сатаны оно все оно рухнуло оно рухнуло и в божьем плане оно действительно рухнуло и к феатире Господь говорит вот у тебя как раз вот эта вертикаль власти прижилась прижилась и ты ей позволяешь но даже духовных детей у нее не будет ни физических ни духовных интересное конечно служение слава богу дорогие за весь наш разговор за ваше присутствие мы завершаем наше служение наше время кончилось рассуждайте молитесь Господь глаза его в них пламень огненный он сердцеведец мотивы мотивы сердца мотивы сердца на этом завершаем благополучия в ваши дома и тесного общения вам с Господом шалом-шалом дорогие шалом